Здравствуйте, это программа «Новый день». Прошлым летом в силу вступил закон, который гласит, большинство бизнесменов должны перейти на онлайн-кассы. Это сделали для того, чтобы изменить схему работы с налоговой службой. После нововведения все данные из чеков отправляются в ФНС через интернет. После вступления в силу новых правил кассовым аппаратам потребовалась техническая доработка. Теперь они должны быть оснащены фискальным накопителем. Это средство для защиты сведений о расчетах. Обновить аппараты необходимо уже к июлю этого года. Правда, есть категории предпринимателей, которые могут пользоваться старой техникой до июля следующего года. Прежде всего, это бизнесмены, которые платят единый налог на вмененный доход и используют патентную систему налогообложения. Однако старую технику им все равно необходимо снять с учета в налоговом органе. В таком случае возникает вопрос, могут ли компании со старыми кассовыми аппаратами выдавать чеки покупателям, будут ли они считаться документом, свидетельствующим о продаже товара. Налоговики ответили на этот вопрос положительно и уточнили, что документ, предоставляемый покупателю, должен содержать следующие реквизиты. Наименование, порядковый номер, дату выдачи, наименование для организации или фамилию, имя, отчество для индивидуального предпринимателя и НН налогоплательщика, наименование количества оплачиваемых приобретенных товаров, работ или услуг, сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и или с использованием платежной карты в рублях, должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ и его личную подпись. Напомним, что предприниматели, которые платят единый налог на вмененный доход и находятся на патентной системе налогообложения, могут рассчитывать своих клиентов без применения кассовых аппаратов. Однако по требованию покупателей они должны выдавать чек, квитанцию или другой документ, подтверждающий факт купли-продажи. За нападение на медработника может быть установлен административный арест до 15 суток. Такую инициативу рассмотрит Государственная Дума России. Предполагается ввести за совершение такого правонарушения штраф в размере от 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Отметим, что в настоящий момент аналогичная ответственность установлена за мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию представителя власти, либо лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка и пресечению его нарушения. Добавим, что под мелким хулиганством понимается нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающиеся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества. Авторы законопроекта подчеркивают, в стране участились случаи нападения на медицинских работников, исполняющих служебные обязанности. И дополнение в законодательной базе необходимо. Часто теряется пульт от телевизора? Американские разработчики придумали способ, как навсегда решить эту проблему. Они создали устройство, которое помогает управлять телевизором при помощи мысли. Это устройство может передавать данные об активности головного мозга на смартфоны через блютуз. Применять его можно лишь к видеосервисам. Хоккейный клуб Чебоксары на следующей неделе проведет домашние игры с командой из Нижнего Тагила. Встречи пройдут 6 и 7 февраля в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Предыдущий поединок с этим противником для богатырей закончился поражением. Сейчас у нашей команды есть все шансы взять реванш. В таблице первенства хоккейный клуб Чебоксары находится выше, да и серию поражений, которая преследовала нас больше месяца, удалось прервать. Последние три игры для богатырей завершились победой. На этом у меня все, ну а завтра, завтра будет новый день.